Привет, друзья! Сегодня обновляем прошивку фотоспышки YoungNow. Поехали! В одном из прошлых видео я показывал распаковку с фотоспышки YoungNow 686. И она у меня изначально глючила чуть по перегреву и потом через несколько съемок совсем умерла. Спасибо большое моим подписчикам. Прокомментировали, что лечится она перепрошивкой. Никак не ожидал. Я думал, это термодатчик или еще что-нибудь. Мне говорили, что это может быть и лампа вышла из строя, и провода силовые там перетерлись, и шлейфик выпал. Но на самом деле, забегая вперед, скажу, что прошивка вылечила. Итак, подключаем стандартным microUSB кабелем, подключаем к разъему, к компьютеру, скачиваем программу на сайте. Ссылку в описании оставлю. Все легко и доступно. Распаковываем архив, устанавливаем, запускаем программу. Программа пишет disconnect, то есть якобы вспышка не подключена к компьютеру. На самом деле, все просто. В инструкции написано, что нужно нажать кнопку вот эту вот, удерживая ее, включить питание вспышки. И все, и компьютер увидит подключение. На дисплее вспышки будет написано upgrading. В браузере программы указываем расположение прошивки. Ее тоже можно скачать под каждую вспышку и триггер есть на сайте все прошивки. И все, и все буквально за полминуты обновляется, и вспышка отлично работает. Если у вас найдется 5 минут, лучше перепроверить, не вышли ли новые прошивки. Они исправляют ошибки, некорректный замер экспозиции и так далее. В общем, лучше обновиться, если есть новое программное обеспечение. В меню любой вспышки или триггера можно посмотреть, какая сейчас прошивка стоит, и посмотреть, какая прошивка доступна сейчас на сайте. Вот, в общем-то, все. Спасибо большое подписчикам. Это благодаря вам я решил эту проблему, потому что я искал, кто ремонтирует вспышки. Оказывается, все это программно лечится. Какой-то был баг в программе. В общем, все. Спасибо большое за внимание. Дальше у нас в последующих роликах вы меня просили сделать тест, протестировать параллельно 600-ю вспышку, и вот это вот. Они обладают примерно одинаковым функционалом. Основное отличие это в аккумуляторах. В 600-ке стоят пальчиковые аккумуляторы. В этой литий-ионной. И это очень круто, что стоят литиевые. Мне это очень нравится. В отдельном ролике могу рассказать отличия, показать, и, собственно, почему мне нравится именно эта вспышка. В последующих роликах планирую сравнить аккумуляторы разных производителей. Еще мне часто задают вопросы по зарядкам. Для пальчиковых аккумуляторов тоже разберем. В общем, спасибо большое за внимание. С вами был Андрей Сайфудинов. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить последующие видео. Пока, до новых встреч.